Служба безопасности Украины заявила о разоблачении сети агентов ФСБ, которые готовили покушение на президента Зеленского, главу СБУ Малюка и главного управления разведки Кирилла Буданова. В эту группу входили два полковника управления госохраны. Один из них, по указке российских кураторов, нашел исполнителя. За 50-80 тысяч долларов он накануне Пасхи должен был ликвидировать Буданова. Вот перехваченный инструктаж. Сегодня ты будешь там с 19 до 22. Как только ты это увидел, ты должен сразу сообщить мне об этом в смс-ке с того номера телефона, который мы с тобой сделали. Дальше. Дальше. Ты говоришь нам и уйдешь к месту, где у тебя будет лежать птица и где у тебя будет стартовая позиция для твоего удара. Ты с большой долей вероятности услышишь громкий взрыв. Я успею отойти? Ну, у тебя будет минимум 20 минут. Ну, 30 минут. Понял, 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 понял. Ты отходишь, слышишь ба-бах, заводишь птицу, летишь туда, видишь людей, они там разбирают, они там что-то там шевелятся, в машину куда-то двигаются и дополнительно еще наносишь удар. Ты понял? Да, а дополнительно наношу удар по конкретной цели или просто куда? Скуплению людей. Вот. После этого мы тебя, твои следы того, что был нанесен удар дроном, мы прикрываем вторым ударом ракеты. То есть, смотри как, у нас получается такой сэндвич. Ракета, птица, ракета. СБУ показало интервью одного из содержанных полковником госохраны. Он признается, что его завербовали еще в 2014-м. С ФСБшниками встречался в соседних европейских странах, где и получал вознаграждение наличкой. После полномасштабного расплачивались с семьей, что за границей. Именно сотрудник УГО привез исполнителю в Киев дроны, заряды КРПГ и противопехотные мины. Ну, 90-е, я спрятал в дровах в себе, в частном доме, по заданию куратора Дмитрия одну посылку я передал в виде одного квадрокоптера в районе заезда в город. Все остальные посылки, это квадрокоптеры мины и заряды ЛФП-дроны, я передал через тайник, который находился на Одесской трассе в районе. ФСБ РФ в который раз подтвердила свой статус террористической организации, потому как именно сотрудники 9-го управления Департамента оперативной информации 5-й службы курировали организацию теракта. Это Максим Мишустин, Дмитрий Перлин, а также Алексей Корник. Среди прочего, Перлин в январе 2022 года стал куратором кротов, которые были завербованы еще до полномасштабного вторжения России. До этого времени их опекал его коллега Алексей Корник. Всего с момента полномасштабного вторжения СБУ открыла более 2,5 тысяч дел на украинцев по статье «Госизмена». Еще более полутысячи дел в отношении так называемых корректировщиков, которые отправляли своим российским кураторам данные о перемещении и расположении ВСУ, инфраструктурных объектов и энергетики. Передавали видимости про ***? Передавали. Из какой мытой вы передавали? Ностальгия по Советскому Союзу. Но унифицированного портрета предателя с паспортом гражданина Украины нет. Это идейные и готовые корректировать прилеты по своим городам за пару тысяч гривен и те, кому обещают место под солнцем в случае оккупации. Для вербовщиков главная задача найти правильную болевую точку, а уже надавить на нее россияне в мастыке. Вот эти все направления удара в ракет, фотографии военных объектов, фотографии перемещения поездов и техники, это все вроде как некоторым кажется, это какие-то, знаете, несерьезные игры, за которые придется отвечать либо пожизненным заключением, либо сроком от 15 лет. А россияне очень четко используют шантаж, и это очень распространено, потому что вербовка может происходить не только на территории Украины, а и на территории третьих стран, потому что и проходит она по определенному отработанному алгоритму. Сначала определяют лицо, которое может иметь доступ, например, к интересующим вербовщикам информации. Ведь вербуют не только простых людей, чтобы они что-то фотографировали. Потом собирают все сведения о жизни этого человека, привычки, круг общения, интересы, проблемы, отношения в семье, любовник и любовница, ищут возможный компромат и просто создают основания для того, чтобы этот компромат появился. После этого с объектом отлаживают непосредственный контакт. Но и за пределами Украины Россия создала огромную сеть своих агентов. Причем они трудятся на самых высоких уровнях. Сегодня их цель – максимально повлиять на решения политиков и партий целого ряда стран. По моим оценкам, на подкуп политических деятелей, журналистов, аналитиков, Раша тратит несколько миллиардов долларов. Можете себе представить. Она оплачивает статьи в прессе. Ну и агентура достигла критических размеров. Я так думаю, в Европе 1010 действуют агентуры Раши. И вот она получает тоже деньги, эта агентура. И вот надо все каналы перекрывать, ее изобличать и выгонять из некоторых должностей. Рашистские разведчики работают не только там рядовыми главшпанами, секретарями. Они занимают даже большие посты в Международном валютном фону, в рейтинговых организациях, в структурах ООН. Вот всех их надо выгонять. Шпионские скандалы, подрывная деятельность российских агентов под носом у спецслужб разных стран. Полномасштабное вторжение России в Украину лишь показало, как за годы дружбы страны Запада прохлопали вопросы своей безопасности. И сегодня России легко раскачать ситуацию в любой стране мира.